Девочка-пай Здравствуйте! Я нахожусь в Воротымском районе Нижегородской области, в верховье Чебоксарского водохранилища. В течение двух дней здесь будут проходить соревнования с очень интересным названием «Джик-Пари». Почему «Джик»? Ну, все понятно, ловля будет вестись только на «Джик». А почему «Пари»? Об этом вы узнаете немного позже. На одну из рыболовных баз в районе села Разнежьи съехалось огромное количество рыболовок. Охота пуще неволи. А, судя по всему, охотников посоревноваться оказалось больше расчетного. Размещались кто как мог. И если одни обустраивали свой быт, то другие усердно тренировались. Так называемая точка Узапорожка. Узапорожка? Узапорожка. Узапорожка, как он туда попал, никто не знает. Но здесь есть суда. Здесь свал достаточно резкий, причем ступенчатый. Вот. Можно встать от нас на заброс вот на створ, а можно встать наоборот вот выше нас на этом траве. И тоже вот кидать на нас чуть левее. По условиям соревнований катера должны быть глиссирующего типа, длиной от 3 метров 30 сантиметров, с мощностью мотора не менее 9 лошадиных сил. И что бросается в глаза? Все лодки за очень редким исключением отечественного производства, а все моторы импортного. Перемещаемся на воду к рыболовым разведчикам. Кажется, несколько щучьих мест они уже разведали. Вернее, не разведали, а просто проверили старые точки. Щуки есть. Это факт. Вон это вторая, уже третья поклевка, а одну и другую. Малечка. Не нашли. Она даже в рот перейдет. Нет. Стильные современные катера с мощными двигателями. И обычные ПВХ-шные лодки все равны перед лицом предстоящих соревнований. Количество участников неустанно растет и привалило за 50 команд двоек. Так, окунь 25, щука 60, а окунь вверх... Дополнил. Верш 30 сантиметров, судак 40 сантиметров. 8 сентября, 6.30 утра. Через час старт, но сначала жеребьевка. Живей, живей, давайте! Слова главного судьи закон. А законы нужно исполнять. Приветствую всех участников турнира. С кем знаком лично, наверное, со многими. И с кем не знаком. Рад видеть на этом мероприятии. Капитан первой команды выходит зарегистрированный. Номер один вытаскивает своего напарника на сегодняшний тур. 49-й экипаж. Каждая команда состоит из капитана и судьи. Капитаны по жребию выбирают себе играющих судей из других команд. Ловить им предстоит вместе. Хочу пожелать от себя лично, судьям, судьям, которые будут в каждой лодке, внимательно наблюдать за действиями капитана. Капитанам наблюдать за действиями судей. Жребий брошен. Экипажи из судей и капитанов укомплектованы. До старта первого тура Джек-Пари остались считанные минуты. Пора, все, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и старт. Умопомрачительное по красоте зрелище. 57 моторов мощностью от 10 до 250 лошадиных сил разом взрезали винтами акваторию причала, превратив воду в бурляще-пенящиеся состояние. Мне такое зрелище по душе. Пройдет всего 5 минут, и горизонт станет чистым. И для того, чтобы наблюдать за ходом соревнований, необходимо тоже сесть в катер и дать по газам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший катер, хорошая погода, хорошее настроение. В общем, пока все хорошо. Посмотрим, какая будет рыбалка у участников турнира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кило 100, судачок. Молодцы. Маловат будет. А щучка, щучка, щучка какая там? Ну, щучка. О! Половина где-то. Отлично. А что? Нырели вашими красивыми людей. Интересно, Сая. Уже зачетная рыба. Здесь? Да, по рыбе здесь интересно. То есть, вот не выходя на Волгу, на коренную, в принципе, спрятаться, защита от ветра есть, вот что-то, множество проток. То есть, места интересные, рыба есть. Давайте до Волги. До Волги, так до Волги. Соревнования такого формата, еще когда, так сказать, с каждым капитаном, значит, присутствует судья от другой карманы, это вообще замечательно. И я считаю, что это должно, так сказать, продолжаться. Не помешали, если подойдем. Не помешали. Подошли. Увидели хорошую щуку. И поплыли дальше. Следующие рыболовы оказались не участниками соревнований. А затем наблюдали картинку под названием «Безумству храбрых поем мы славу». По большому счету, неприкрытая слабоумие. Точка. По этому поводу я все сказал. Плывем дальше. На одну из известных точек Игоря. Приняли решение. Будем ловить рыбу. Чем мы хуже других? Протестирую палочку вот эту вот. Яси. Что это значит, не знаю. Но знаю, что это очень хороший спиннинг. Как сказал один мой старый знакомый, машина должна быть Мерседес, а катушка должна быть Шимана. Машины Мерседес у меня нету, а вот хорошая катушка Шимана есть. Есть и хорошая плетенка «Буллет Брейд». Ловля предстоит в коряжнике, и наличие надежных составляющих снасти очень важно. Есть, есть. Акунишка, видимо, маленький. Да? Ага. Нифига себе маленький, хороший. Зачем бы пошел... Ну, слушай. Вот сколько мы, 25 сантиметров изменили? Можем взять сейчас линеечку и посмотреть. Сколько? Так. Ну, 25 сантиметров, 26 где-то есть. Ну, в общем, если бы участвовали, в зачет пошел. И сколько получили бачков? Зависит от того, какое количество принесли бы акуней подобных. за счет пойдет всего лишь 10 акуней со всех участников. То же самое касается щук, судаков и бершей. И вот это щука. Не, ну тут 7 тоже. Не меньше. Вадь, ты взял? Да. Ну, вы с Кирюхой как бы... Ну, там не знаю, если десяток не привезут. Там взял, да? В какой-то степени себя ощущаешь участником соревнования. Опа-на, щука. Оп, щука есть. Щука. Я бы сказал, что хороший щука. Да. Не вот кто прямо хороший, но... Может быть, сойдет сама. Где-то глушечка. Формулу турнира, да и сам турнир придумал и организовал человек, находящийся со мной в одной лодке и в данный момент выводящий щуку. Его зовут Игорь Занкин. Турнир проводится уже третий раз. И у него, по-моему, очень большие перспективы. Гораздо больше, чем эта щука. Хотя, при чем здесь щука? Рыбка есть. Это твои знакомые, очевидно. А, ну да. Я бы что-то легкий печкел. У тебя пак легкий такие. Да, ну тоже легкий печочек. Легкий печок? Тоже легкий печочек. Вот такая вот у нас рыбка попалась. Это треша чеховерна. Ну, это я за счетом экземпляровки. Зацепилась прямо за Оксаной. Крающийся кубок. Говорит об ее активности. Поклевки осторожнее, осторожнее такие. Вот так. Верхний. Ну что, великолепно. Будем выпускать. Давай. Давай. Дорогая, отходи, не спасай. На этом рыбалку завершили. И поспешили на взвешивание. Денис, закончился первый день соревнований. Я хочу, чтобы ты подвел некий итог. Вообще водоем преподносит сюрпризы, будем так говорить. То есть рыба есть и мелкая, и крупная. Есть обрывы, исходы. Кто-то не привез больших крокодилов и все остальное. А кто-то привез неидущего в зачет жериха. Меньше трех килограмм щука, она просто не вошла в очковую зону, будем так говорить, которая дает шанс на победу. 5, 0, 38. Так. Так, давай, это да, вот так. Вот так уплывет. В магазине такие шевелятся. Их надувает. 5, 694. Давай, иди, отпускай. Я понимаю. Как бы щука, да? Я знаю. Всего лишь 10 очков, я не обольщаюсь. Ну да. Еще и Кирюхи очковать. Ну, у вас одна команда. Ну, очко-то. Ну, очко-то. Ну, очко-то. Интересно то, что акватория, ну, будем так говорить, известно нижегородцам больше, нижегородцам. Но первые три места в командном зачете после первого дня занимают иногородние команды. Первые команды-братья из города Ярославль. То есть парни приехали, здесь вообще первый раз на этой воде. Ну, и вот так вот занимают первое место. Второе, третье, Чуаши. Первые места заняли команды, которые сделали ставку на окуни и берша. Люди сделали ставку именно на окуни и берша, просчитали. Вот это правильно. Понятно, что большинство будет опираться в щуку. Окуни на взвешенную сколько было представлено? 8 штук. 8 штук. То есть мы не смогли закрыть. Десятку зачетных рыб, которые дают очки, не смогли закрыть. Интересно, что будут ловить в следующем туре, на следующий день, который обещает быть дождливым и ветреным. Наверное, по заливам окуня, вот так, большинство народу. Ну, это покажет следующий день. Да, да. Что ж, второй тур обещает быть очень интересным. Смотрите наши программы на tvfishing.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова